и всем привет ребят с вами мистер ванька и сегодня записываю новый ролик давно у нас не было ничего интересного связанного с нашей пушкой гаусса сегодня она у нас уже находится на тестовом сервере все ее успешно тестируют и конечно же я не мог обойти все это дело стороной давно у нас вообще не появлялись видеоролики на канале нет у нас каких-то определенных интересных тем про которые я бы мог поговорить но сегодня появилась та тема которую я бы точно не хотел обходить стороной мне она интересна мне интересно вообще показать рассказать определенные мысли которые я прямо таки сейчас уже увидел но и вообще поделиться своим мнением по данной пушки что она будет нагибать не нагибать я думаю вам будет интересно вообще послушать ну и для всех тех ребят которые не заходили на тестовый сервер до сих пор или вообще по каким-то причинам не могут на него зайти, чтобы они могли посмотреть данный видеоролик и для себя уже что-то явно понять, оценить и вообще подумать, может стоит уже сразу же прокачивать данную пушку, как только она у нас появится на основных серверах или же ее не стоит прокачивать. Если вкратце, я сыграл одну каточку, что я вообще в принципе понял? Я понял то, что эта пушка что-то вроде грома страйкера, да, то есть совместили две пушки. Одна пушка это гром, который дает вот простые такие выстрелы, очень все предельно просто работает и все так же самое, как на громе, только сам выстрел немножечко другой и его полет можно видеть, да, то есть если на именно таки громе данный полет невозможно было видеть, то на данной пушке данный полет немножечко виден. Что касаемо дальности данной пушки, то сразу же хотелось бы сказать, что на большом расстоянии она не так эффективна, как на ближней дистанции, либо средней, поэтому с ней стоит играть как-то, ну, более-менее аккуратно, да, не совсем удаляться от противника, пытаться как-то накидывать и, соответственно, использовать не самое большое расстояние, да. Ко всему этому я бы хотел бы сказать по поводу именно такие сводочки, да, данной пушки, все работает довольно-таки просто, да, нету никаких лучей, которые имеются например, на страйкере, либо на шафте, когда вы ходите в прицельный режим, зато здесь поднимаются, можно так сказать, такие вот ушки, да, и если вы видите, что уши подняты у игрока, это значит, что он уже по вам сводится, да. Что касаемо расстояния сводки, то здесь урон, я так понял, вообще не падает и он стабилен, как никогда. Единственный момент, это когда вы, получается, с большого расстояния на какую-то неопределенную такую траекторию, ну, выбираете полет вашего снаряда не совсем ровный, можно так сказать, с какого-то моста там вниз, то есть, есть шанс того, что не все, как я так понял, вот именно такие дробинки данной пушки будут попадать в цель. Но, возможно, я в какой-то степени ошибаюсь, но мне так именно-таки показалось, я все же сыграл только одну катку, не судите строго. Что касаемо овердрайва, если вы не видели, то сейчас я вам покажу, овердрайв вообще работает довольно-таки интересно и замечательно, мне все это дело, конечно же, понравилось, да, быстро стреляет пушка, давайте даже ДДшку, я думаю, не будем включать. И, что касаемо игрока, меня, который любит играть со звуком, то звук тоже довольно-таки такой приятный, когда ваша пушка стреляет как будто как, ну, я не знаю, из дробивыка или еще из какого-то такого, прям, какого-то такого хорошего орудия и выглядит это все довольно-таки так эффектно. С моей точки зрения, данной пушке сейчас не хватает, наверное, урона, урона не совсем такой большой, на мою точку зрения выпадает, выпадает, возможно, я ошибаюсь, потому что все ребята играют с 50% резистами и, в общем и целом, это все нормально, да, в пределах разумного, но почему-то мне показалось, что можно было бы еще добавить урона данной пушки. Что касаемо перезарядки здесь, все, наверное, сбалансировано, я бы, наверное, сказал бы так, и оно имеет смысл быть, и уже, грубо говоря, если сейчас не будет никаких определенных багов на данной пушке, я думаю, что совсем-совсем скоро она уже появится на основных серверах, потому что, я так понял, если у нас проводится сейчас уже масштабный бета-тест данной пушки, ну, можно так именно-таки сказать, то это значит, что совсем скоро данная пушка уже должна появляться на основных серверах, и я бы сказал, что я на данный период времени точно не заметил на данной пушке каких-то определенных проблем, да, это, как я и сказал, пушка, которая включает в себя две пушки, которые уже имеются у нас в игре, а это именно-таки, Страйкер и Гром, механика данных двух пушек здесь присутствует, ну, и есть какая-то такая определенная уникальность, можно так сказать, еще приписали к данным двум пушкам Грому и Страйкеру, механику, да, Гаусса, еще добавили какие-то вот такие вот элементы молота, мне вот так лично показалось, не знаю, что увидели вы в данной интересной пушке, пишите свое, конечно же, мнение, не забывайте ставить лайк на данный видеоролик, безусловно, ну, и пишите вообще, что вы думаете по этому поводу, потому что мне всегда интересно послушать мнение людей, которые также тестят вместе со мной пушечки, да, и что у них в голове вообще, когда они тестируют данное вооружение, так я чуть не понял, почему у меня камера поднялась вверх, и я ее не мог взять и просто быстро опустить. Безусловно, данная пушка должна имбовать, должна нагибать, это будет новая имба на основных серверах, тут даже как бы, ну, как гадалки не ходить, потому что разработчикам, безусловно, сейчас в игру надо вносить что-то новое, чтобы эта новая пушка явно не прогорела сейчас у игры, ну, явно не самые-самые приятные отзывы от игроков, есть какие-то определенные спады, и сейчас надо что-то делать такое вот прям жесткое имбовое красивое, и Гаусс это та пушка, которая, возможно-таки, принесет какой-то дополнительной онлайн-игре, все же сейчас еще и лето, у ребят, у многих каникулы, поэтому они будут уделять больше времени игре, это значит, что можно будет таким образом даже в какой-то степени поднять именно-таки онлайн и внести в свою любимейшую игру какие-то определенные коррективы. Единственный момент, который хотелось бы добавить еще к данной пушке, это то, что данная пушка целиком и полностью киберспортивная, в моем понимании киберспортивная пушка это именно та пушка, которая спокойнейшим образом может использоваться как в формате медиум, как в харде, как даже в цп, если у нас будут турниры по цп, да, то есть в любом режиме она может использоваться, ну, конечно, кроме хори рельсы, потому что это у нас индивидуальный такой вот суперский режим, да, где у нас нету, вернее, не режима формат, нету у нас других пушек, да, то есть вполне играбельно, вполне интересно, плюс ко всему этому новый резист в баланс форматов внесет новые коррективы, это значит, что можно будет придумывать какие-то новые определенные тактики, ну и плюс пушка может использоваться, как по мне, как в дефовом плане, так и в плане какой-то, какого-то именно-таки саппорта, то есть, ну, понятное дело, что увозить на ней флаги не будет так прям суперэффективно и суперприятно, но что касаемо саппорта, игрока, который будет настреливать большое количество урона, который будет, можно сказать, в каких-то моментах таким кемпером, то это довольно-таки такая приятная и актуальная пушка, которую я лично для себя вижу уже целиком и полностью в нашем кэсе, и уверяю вас на 100%, что как только она выйдет, да, буквально там может один какой-то турнир пройдет, то что уже совсем скоро, да, после каких-то определенных еще нововведений, данная пушка обязательно должна появляться у нас в киберспорте, я ее целиком и полностью именно-таки там и вижу. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня получился, я не знаю, что бы можно было бы еще здесь добавить, надеюсь, что вам понравился мой рассказ, безусловно, данная пушечка, как только появится у нас на основных серверах, я ее прикуплю, буду прокачивать, буду тестировать, буду смотреть, высказывать свое мнение, ну, сейчас я явно вижу, что это будет крутая имбовая пушка с интересной механикой, да, и та самая пушка, которая сможет внести определенные интересные коррективы в нашу любимейшую игру. На этом у нас сегодня все, не забывайте, ребят, прожимать лайк на данный видеоролик, если вы еще его не поставили, поддержите меня, подпишитесь на канал, ну и также не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, в которую в последнее время выходит много интересных постов, связанных именно-таки с киберспортом, потому что большинство сейчас времени у меня уходит именно-таки на какие-то бои, поэтому видеоролики выходят не так часто, поддержите меня, ну, а я буду в свою очередь пытаться как можно больше в последнее время вообще придумывать каких-то интересных идей для записи наших интереснейших роликов по нашей игре. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok